здравствуйте дорогие друзья с вами снова елена рада приветствовать вас на своем канале как всегда создаю его с любовью верую в доброту людей помощь которой сейчас нуждаюсь и знаю что рано или поздно она придет большая вам благодарность за поддержку а я в свою очередь как всегда стараюсь реагировать на те вопросы которые вас больше всего беспокоит как выжить в состоянии стресс но стрессы у нас бывают разные для кого-то стресс это например выяснение отношений со своим супругом для кого-то стресс это элементарно например какие-то нелады с начальством или конфликт в коллективе есть стрессы более глобального свойства например те которые сейчас демонстрируют украина вы все новости смотрите повторяться не буду это стресс что называется стресс но в какой бы состоянии стресса вы не попали дорогие мои друзья у вас два выхода либо бороться со стрессом и мы поговорим какими методами либо опуститься на самое дно которое называется сначала депрессией а потом глубокой психологической зависимостью нежеланием жить ухода от проблем вместе с жизнью и так далее тому подобное что к сожалению прилагается автоматически если человек не пытается решать собственные проблемы я вам точно могу сказать дорогие мои друзья что есть вещи которые человек не в состоянии сам развеять потеряв работу можно найти вторую не найдя общего контакта языка со своей второй половинкой можно рискнуть и выйти замуж или жениться еще раз нацать никто никому не запрещает есть вещи которые грозят тебе утратой не только имущества но и жизни это более серьезные проблемы есть вещи которые еще не так заметны но могут вылиться потерю государства поглощение тебя более сильными и так далее это тоже стресс ого-го тогда собственно говоря придется решать массу всяческих причин но что удивительно вне зависимости от тяжести происходящего тем не менее у человека есть несколько моментов которые ему позволяют балансировать ощущать себя человеком не потерять веры в будущее и заставить себя все таки не обрушиться самой глубины стрессового состояния вот сейчас мы о них поговорим вы знаете что все гениальное настолько просто что было бы странно если бы мы сами не обращали на это внимание но когда мы стрессуем мы находимся в состоянии паники паника это шквал эмоций который напрочь выключает мозги которая не позволяет собственно говоря проанализировать ситуацию и пока вы находитесь в панике дать вам какой-то дельный совет достаточно сложно поэтому здесь надо просто паника это хаос прежде всего происходящий в вашей голове решать его надо только одним единственным способом вот как я сесть удобно в кресла если необходимо обложиться подушками и на мгновение закрыть глаза и подумать так стоп ну произошла проблема да вот и как я например работаю над этим да произошло на украине да каждый день преподносит сюрпризы которые здоровыми меня не делают это безусловно прислушиваясь а каждому шороху каждому там громкому звуку который происходит как у других как у себя то выключили свет то отключили интернет все надо уже сложить лапки лечь на койку и ждать так сказать смертного часа правильно такой вариант оправдан и более того меня поймут и поддержат и скажут ну что ж это абсолютно правильно в такой трагедии и мы бы наверное сделали то же самое но когда я себе представила лежащий на койке в ожидании так сказать счастливого вам момента приземли ничего-то мне на голову я вдруг подумала что меня это не устроит чем больше я там буду лежать и размышлять о том о чем о ничем тем страшнее будут мои мысли тем мрачнее будет мое настроение и тем безвыходнее будет казаться ситуация правильно и я разработала для себя систему выхода из стрессовой ситуации но если господь меня еще оставил на земле и никто не знает сколько это будет продлеваться каждая минута каждый час каждый день моей жизни должен быть заполнен чем-то что меня будет отвлекать от происходящих событий и например встречи с вами да их можно было отменить например определить какой-то душесчипательный пост со всеми попрощаться сказать всю жизнь пропала все идем на дно всем привет буль-буль карасики и на этом все закончить но и дорогие мои друзья никто ничего не знает что с ним будет но пока мы живы и здоровы и полны энергии даже той оставшейся позволяет себе расслабляться тем более уходить на дно категорически запрещено и это первый вам совет что бы с вами не происходило какие бы собой события не грезили с вами впереди и возможно все из них негативные для вас и прочее если господь вас еще оставил на земле значит это для чего-то нужно прекращайте сетовать на судьбу посыпать голову пеплом начинайте придумывать для себя те триггерные точки на которых вы будете цепляться и балансировать не опускаясь сильно пучину собственных эмоций иначе дорогие мои друзья путь у нас будет короткий и славный и бесцветный упадем на дно оттуда будет выбираться достаточно тяжело и первый интересный момент который собственно говоря я стала практиковать и вам советую это психологически конечно на что же еще опираться как не на опыт предшествующих поколений не мы одни стрессы переживали во первых обратите внимание когда на душе становится неспокойно человек перестает обращать внимание прежде всего на самого себя пока вы находитесь в конфликте сами с собой пока вы позволяете своему организму паниковать и ничего не делать толку с вас не будет никакого как заставить организм перестроиться ну вот обратите внимание на меня кто знает что происходит в харьковской области тот прекрасно понимает сейчас бы надо было как бы быть да перестать умываться перестать одеваться зачем расчесываться это не главное сейчас правильно косметику наносите вообще где это видно война на дворе тут губы мазать и так далее правильно аргументов пользу того чтобы ничего не делать и не работать над собой предостаточное количество но если вы пойдете по легкому пути а организм ведь он знаете у нас исключительно ленив до невозможности если ему позволить вами руководить он вам предложит схему которая будет состоять из двух телодвижений кушать и лежать ну между делом вы встанете конечно по туалетным делам но когда там никогда если солнышко светит предадите сексу если есть с кем но это будет все очень в уграниченных количествах потому что когда состояние паники и глубочайшая апатия к жизни секс аппетит и прочие вещи отмирают сами собой поэтому надо прежде всего оставаться человеком надо все время поддерживать свой интерес к жизни это делается через работу которую я только что озвучила у меня она такая у вас она может быть другая если ваш офис закрыт и вы не можете работать по разным обстоятельствам если ваш дом еще стоит на месте и его никто не разрушил убирайте приводите в порядок занимайтесь подшилкой шторок готовьте кушать жизнь ведь не закончена Господь вас оставил на земле значит что-то нужно делать вы скажите не хочу ничего обустраивать а вдруг вот когда вдруг наступит вот тогда и будете размышлять что делать с этим вдруг пока все на месте и пока есть над чем поработать извольте пожалуйста действовать борьба идет прежде всего за вас и за сохранение вашей человеческой души вы не выйдете ни из каких затруднительных ситуаций если не научитесь контактировать сами с собой если запретите панике вмешиваться в ваши действия если запретите хаосу создавать громадьё всяких панических историй это все изживается только практическими действиями ручками дорогие мои друзья никто не отменял стирку уборку готовку от вас зависит масса людей им тоже надо что-то кушать вот я бы сейчас сложила руки привожу примеры собственной жизни правильно муж который хворает он бы уже помер от голода а мне не до него правильно у меня стресс у меня стреляют у меня вообще здесь может быть сказать жизнь пошла колесом и стало быть все от меня отвяньте и если вы там подохли по дороге меня это не касается я себе так позволить не могу но многие кто заходят в депрессию теряют интересы не только к самим себе они теряют интересы к окружающим в том числе это как следствие идет цепная реакция я не не интересно сама себя я не хочу за саму себя бороться следом я не хочу бороться за окружающих мне ничего не интересно и так далее и пошла пошла дорожка только не вверх а вниз стремительная быстрая к тому донышку из которого выбираться достаточно сложно и так ищем работу любую полезную бесполезную не имеет значения мы работаем и что-то создаем и созидаем это первое что мы делаем второе что я сказала никоим образом если вы хотите договориться самим собой вы не должны терять человеческого облика не надо ходить в калошах если на то нет никаких причин не надо забывать косметику если еще есть возможность ее пользоваться и это приносит вам удовольствие посещать парикмахер да может быть не вашего любимого заветного он может остался в другом городе но это не повод не подкрашиваться не приводить свою прическу в порядок и прочее вы скажете это все чепуха ничего подобного вы работаете над своей личностью вы запрещаете себе терять человеческий облик и это один из способов дорогие мои друзья держаться на плаву в стрессовых ситуациях еще один момент на который стоит обращать внимание дорогие мои друзья хаос ведь перестает быть хаосом когда появляются определенные точки которые приводят ваши мозги в определенную систему ну вот случилась ситуация да ничего с ней поделать нельзя к ней надо адаптироваться насчет работы я сказала насчет внешнего вида я сказала и прежде всего научитесь разговаривать сами собой это не обязательно должен быть словесный диалог оформленный вот так вот громко как мы сейчас с вами разговариваем просто сядьте и подумайте как у тебя дела спросите у самой себя как ты себя чувствуешь физически что тебя сильно беспокоит организм подскажет вот это меня сильно беспокоит есть вещи которые развеять невозможно да например обстоятельства военных действий ну от того что я о них сильно много думаю например они от этого не закончится никоим образом но я должна найти свою нишу и свое место в этих обстоятельствах значит что у меня свет есть еще сейчас так хорошо могу поработать продукты еще какие никакие есть это хорошо если там допустим деньги появятся я могу сбегать например еще прикупить растер масса того сего и так далее появляются стратегии появляются планы мозги начинает думать более оптимистично вы не оставляете место для хаоса поверьте мне до тех пор пока вы позволяете панике вами владеть толку с вас не будет никакого вы только будете сидите трепетать как банный листок на ветру и все время ждать себе на голову приключений ведь моя голова тоже думает о том что приключение может приключиться в любой момент но пока ты жив здоров более-менее при уме и памяти значит надо сохранять тот образ жизни который напоминает мирный спокойный нормальный позволить своему организму опереться на какие-то моменты так ничего же еще страшного не произошло да свет есть и так далее а если света не будет ну значит поставлю генераторную станцию а где я буду брать деньги на бензин но я буду активно работать буду стараться буду просить у людей помощь буду то буду все и так далее и появляется мысленная стратегия которая не позволяет опускать руки вот сейчас же ситуация которая произошла со мной масса людей я вижу в каком они находятся отчаяния они не понимают что им делать куда бежать они бегают от войны потом возвращаются потому что заканчиваются деньги и нету домов и так далее в этой ситуации можно сойти с ума и я вот иногда думала как бы я поступала ну в любом случае если бы я а вот у меня получилось же такое что в дом прилетели осколки и крыши и так далее все разлетелось в пух и перья и неизвестно что с кем домом будет еще дальше ну собралась ну поехала здесь обустраиваю быт вот с вами встречаюсь кушать готовлю стираю по возможности там суечусь и так далее да можно было бы сесть уже тут подвеситься на веревке все я столько лет строил этот дом вот дома нету все теперь вот умираем и так далее и тому подобное если я еще себе позволю туда обрушиться тогда вообще ничего не будет дорогие мои друзья до этого состояния себя допускать нельзя вот представьте себе что ну вот ваше единственное место обитания теперь скажем надежный подвал в котором вы будете жить пересиживать холодные или там тревожные военные времена ну что ж это обстоятельства ну не обязательно же от этого вешаться на веревке подумайте там минимальный комфорт где тут ближайшая точка до воды заставляйте себя здраво оценивать ситуацию и не сидите сложа руки не есть это хорошо заставьте себя действовать вот поверьте мне другого пути никакого нет вот вы мне говорите вот какая вы женщина вы образец для подражания я такой образец дорогие мои друзья что вот там вот где-то ёкнет стукнет а у меня сердце в пятке как у любого простого человека но до тех пор пока есть возможность жить маломальски существовать и даже тогда когда не будет света я же переживала уже такие моменты и прочее дадут свет на два часа еще спевала урывками вам написать какие-то там видео с моей точки зрения полезные потому что я все время боюсь одного в этой жизни не столько что я не успею рассказать все что знаю может быть мое слово окажется последним важным словом для какого-нибудь человека и он с этого момента услышав его заживет другой более счастливой жизнью поэтому я не позволяю себе расслабляться а если мы возвращаемся к стрессам то почему я вам сейчас привожу свой пример уж куда более показательным правильно тут же есть жизнь если уж поставила ситуацию так поставила хочешь живи хочешь помри хочешь что хочешь делай и многие сдались а я считаю что сдаваться нельзя на сильных людях земля держится и способы какими я выхожу из этой ситуации я вам и озвучиваю вы можете ими пользоваться вы можете ими не пользоваться вы можете сказать что я парю определенную чушь и вам это не подходит и ради бога у нас всегда как вопросы психологии являются исключительно спорными и каждый видит себя в одной и той же ситуации по-разному самое главное не депрессировать не лежать и не посыпать голову пеплом что бы в вашей жизни не произошло если господь вас еще оставил на земле сохраните в себя человека не дайте панике превратить вас в трусливое животное которое забьется в черную нору и будет ненавидеть весь белый свет только потому что с ним это произошло это самое последнее что вы будете делать если вы долго будете пребывать в этом состоянии когда вас предъявят людям от вас ничего человеческого не останется знаете как дети маугли когда их воспитывают дикие животные они их кормят поят но эти дети очень похожи на зверей вот так и здесь стресс это и есть стая животных которые вас усыновили и пытаются оставить вас только навыки элементарные для человека делать спражнения всякого рода кушать и отдыхать и ни о чем не думать это одна стадия или слишком много думать паниковать стадия номер два но человеком здесь уже дорогие мои друзья не пахнет а вопрос в том что если мы хотим достойно выходить из стресса понять что мы из себя представляем сохранить в себе человеческое это наипервейшая задача все остальное приложится и так замечать себя это то о чем я говорила спрашивая как дела ища выходы из той или иной ситуации это тоже один из способов убирания хаоса из головы и привязывания вас к нормальным условиям жизни я вам говорю что события которые происходят с нами уже происходили с другими людьми кто-то ушел в утиль кто-то стал героем кто-то выжил в невероятных условиях люди выживали в концлагерях когда с них брали кровь практически до последней капли в тяжелейших условиях недокорма и так далее не в наше ухо происходили события но человечество показало что если ему есть дело до него самого если у вас есть задача выжить в стрессовой ситуации то возможности вам от природы даны будь здоров какие надо просто правильно ими пользоваться и так еще один способ выхода из стресса первый работа второй интересоваться собой то есть своим внутренним состоянием вот этот внутренний диалог с самим собой что вам нужно как вы собираетесь решать эту задачу и так далее ухаживать за собой то есть сохранять человеческий облик это тоже задача и самое главное что этого категорически не хочется зачем грести себя гребенкой завтра воду отключат не помыться ничего лучше сегодня начать а завтра это будет уже естественно и так далее и тому подобное нельзя давать себе опускаться следующий способ о котором я очень много говорю но который удается далеко не всем однако уже необходим при выходе из стресса так что давайте расскажу свой метод как только начинают хаос и всякие ужасные мысли лезть в голову надо сделать так кресло подушка за спиной если у вас есть такая возможность если нету кресла хоть на пенек сядьте в этот момент закройте глаза и начинайте спокойно дышать и думайте не о том с какими мыслями вы уселись в это кресло а сконцентрируйтесь только на дыхании причем старайтесь дышать ритмично спокойно сдох выдох сдох выдох для чего мы переносим внимание с одного предмета на другой с хаоса в мыслях из-за которых вы паникуете на дыхание это удобно кому-то для этого нужен какой-то например предмет для того чтобы его успокаивать часы к примеру со стрелкой там секундной раз только залезли какие-то дурацкие мысли которые вас могут сильно держать в тонусе психологическом посмотрели на часы и наблюдаем за стрелкой кому-то нужен аквариум у кого-то мир на земле но в конце концов вы часто бываете психологически не уверены в себе у вас состояние стресса по любому поводу тогда аквариум хотя бы с одной рыбкой это как раз то что необходимо как только полезла в голову сконцентрировались на рыбке я сама держала аквариум несколько так сказать ну лет пятнадцать точно мой аквариум закончился во время переезда но не по поводу военных действий а по поводу смены места жительства я просто не успела ему подобрать место ремонт шел до глубокой зимы но в общем больше после этого рыбок не заводила но обращала внимание на уникальную вещь достаточно просто начать смотреть на рыбок минут через пять десять вы обнаружите что вы совершенно не помните причину вашего раздражения которое вас заставило здесь оказаться и так далее это может быть выяснение отношений или еще что-то или какая-то неприятная информация которая вас настигла и так далее вот так вот просто следишь за рыбками и обнаружишь что твой мозг чист и куда-то все делается вот это вот сердцебиение которое связано с гормонами переживаниями и так далее полный релакс это один из удивительнейших методов вам сейчас надо просто найти что вас наиболее расслабляет в крайнем случае малюсенький аквариум с одной лабиринтовой рыбкой а лабиринтовые рыбки это у нас гурами это у нас петушки вот милости прошу они в основном дышат не только водой но и кислородом то есть поднимаются вверх и захватывают пузырек кислорода поэтому им не нужны дополнительные спец всякие моменты фильтр нужен а вот например подача дополнительного кислорода они без этого живут то есть самый такой экономный простой для вас вариант поверьте мне это спасение номер один радикальнейший медицинский способ освободить мозги от лишней трухи которые не дают жить еще метод который я очень вам рекомендую он будет последним в нашем длинном разговоре и рекомендую из-за его действенности вот почему надо быть благодарным жизни вы скажите а за что быть благодарным вот например напали там еще чего только не несут прошу прощения все болеют я вам точно могу сказать дорогие мои друзья благодарным надо быть за все надо научиться быть благодарным дело в том что господь забирает у людей то что они считают для себя неважным вот помните еще несколько лет назад когда ничего не предвещало как многие думают мы думали только о чем как смотаться в Турцию поджарить булки там еще что-то нас волновало правильно и так далее и тому подобное и мы роптали на судьбу потом вместо Турции нам хотелось буробора буробора нам не подходит давайте нам боли или еще чего-нибудь суетились о пустом и главное судьбу не благодарили ой да что там съездила в Египет в этот отстойник и так далее а вот я была там и так далее да съездил в Египет благодарность судьбе не выразил да никакой потому что не дотянул до боли и так далее человек суетится не радуется мелочам которые он свершается а кто-то и в Египет не поехал ему хорошо на даче он там себя прекрасно чувствует надо уметь благодарить судьбу если вы не умеете благодарить за мелочи судьбу крупного не ждите это раз а во вторых и те мелочи у вас позабирают потому что вы все время брюзжите вы все время недовольны никогда не радуешься так миру в прямом смысле этого слова когда его потеряешь вот верите вот я бы за то спокойствие которое у меня было уверенность в завтрашнем дне ну вот жизнь была всегда трудная я не говорю что прямо прям как сыр в масле каталась вы же знаете что многие мне говорят ой а че это у вас до сих пор нету миллиона а бог его знает чего у меня до сих пор нету миллиона я выкладываюсь на три миллиона честное слово я так стараюсь если бы вы знали сколько души я вкладываю в каждое видео как я бережно подбираю материал ну значит еще судьба не решила что мне нужен миллион но я невероятно благодарна всем за каждое слово за каждое действие за каждое внимание ко мне за бережные отношения и за поддержку в том числе я благодарна я этому научилась я делаю это не искусственно не для того чтобы ой это модно сейчас говорить давайте об этом поговорим когда на своей шкуре прочувствуешь что именно чья-то помощь оказалась в рик в роковой момент жизненно важной спасла тебя то есть купить лекарства надо и так далее что там рассказывать вы сами живете на сети вы знаете все это дорогого стоит и надо быть благодарным никто не ждет миллиардов и миллионов боже мой но если о тебе позаботились это невероятно бывает важно и нужно я научилась быть благодарной и более-менее спокойному дню когда ничего не мешает жить и здоровью пусть подорванному но в принципе еще существующему и то что пусть как бы бывает всяко все знают как тяжело он болеет например инсультники какой у них характер но я благодарна что он со мной что что все в жизни еще что дети есть что внук растет это те вещи которые тебя вытягивают из бездны безысходности в которую ты готов валиться но как же можно если от тебя зависит человек я благодарна жизни за то что она у меня еще есть и поверьте мне дорогие мои друзья вот в этой благодарности есть внутренняя отдача судьба вам будет помогать если вы не будете все время как бабка у разбитого корыта получив очередной подарок судьбы пренебрегать им и надеяться на что-то другое это для тех у кого мирная жизнь а для тех кто попал в такую ситуацию как я благодарите бога не носите ненависти в себе мы обычные люди мы прах на этой земле мы ничего не решаем мы решаем только одно мы должны сохраниться как люди нас не должна сесть не ненависть не алчность не зависть не презрение к окружающим не и нимб у нас не должен вырасти и корона на голове каких-то спецлюдей которые над людьми возвышаются у каждого свои тараканы в голове надо быть просто благодарным за то что вы живете на белом свете благодарным что вам дают возможность растить детей радоваться вашим маленьким победам слегка огорчаться недостатком но это естественный процесс жизни нормального полноценного человека который в стресс не ввалился помните пожалуйста стресс это состояние смерти при жизни тушка есть а душа ушла в такие империи из которой иногда достаёт психиатра а иногда и похоронная команда потому что человек уже вышел в окно или повесился так и не дождавшись гармонии с самим собой я не буду больше углубляться в эти темы мы еще не раз вернемся к этим вопросам но я вам назвала пункты которые выстрадала сама более горячих и доходчивых слов чем от человека который выходит из этого сам и пытается протянуть руку каждому кто еще находится в состоянии хаоса недопонимания более горячих слов у меня нету вот сейчас я вижу это так я нашла несколько пунктов которые мне позволяют в скорбное время ощущать себя нужной полезной занять себя чем-то а не только думать о том что происходит за окном и куда делась мое благополучие спокойствие и же снимем мысли съездить туда порыбачить погребы и так далее увы я лишена этих вещей но я благодарна судьбе что у меня есть и теплится надежда что придет время и все это будет и я наконец-то стоя в лесу осенним наслаждаясь его красотой спокойствия скажу господи спасибо что ты подарил мне жизнь ну вот такая у нас была история с вами была Елена